Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Рыбаков Сергей Евгеньевич, заместитель председателя Комитета по науке, образованию, культуре и СССР, председателя правления Ассоциации развития исторических поселений Русской провинции. Я выступлю в том числе от лица своих коллег Всероссийского совета местного самоуправления и Общероссийского конгресса муниципальных образований. Мы совместно решаем общие задачи, согласовываем наши идеи и предложения. Жители муниципальных образований, интересы которых мы представляем, выражают вам, Владимир Владимирович, искреннюю благодарность за то, что вы уделили личное внимание проблемам исторических поселений и малых городов. Возглавляемая новая Ассоциация Русской провинции – это новая организация. Она создана год назад и объединяет исторические поселения России. Важно сказать, что это совершенно особая категория городов и сел нашей страны, обладающих богатейшим историко-культурным наследием. Это не только памятники ретектуры, это народные культуры и традиции, народные художественные промыслы. Такие города и села – это прежде всего носители исторической памяти, и они выполняют важнейшую общенациональную задачу по формированию российского самосознания. При этом большинство из них являются малыми городами, собственно, не случайно сегодня такое название форума, и даже селами. И поэтому, несмотря на их исключительное значение, они располагают такими же ограниченными финансовыми иными ресурсами, как обычные аналогичные муниципальные образования. То есть есть противоречия между их общенациональной задачей и имеющимися ресурсами. Сегодня уже озвучала тема о цифре этих таких муниципальных образований, исторических поселений. Я поддерживаю коллег. Действительно, сегодня их 44. Есть приблизительно более 40 региональных поселений. И сейчас в Министерстве культуры проведена определенная работа. Претенденты на этот статус еще 86 исторических поселений. На самом деле в стране приблизительно от 300 до 400 таких населенных пунктов, которые в той или иной степени обладают значимым для всей России историко-культурным наследием. И важно понять, что в современных условиях урбанизации, конечно же, малый город не может соперничать с мегаполисом. Ни в плане промышленных предприятий, ни научных учреждений, университетов. Его главное конкурентное преимущество – это его история, неповторимый архитектурный облик, сохранившаяся народная культура, красивый ландшафт и тихие улицы. Собственно, вот в этом и заключается их конкурентное преимущество и вопрос в том, как это использовать. Важно, что в этих уникальных городах еще живут уникальные люди. Как правило, они любят свою малую родину и занимают активную гражданскую позицию. Поэтому то предложение, которое озвучил сегодня Михаил Александрович, оно прежде всего отзывается именно в исторических поселениях, потому что там люди активные, они любят свой город и хотят его развивать и изменять. На самом деле сегодня от коллег звучали мысли по поводу ограничений действующих. Не так страшны сами ограничения. Проблема заключается в том, что помимо этих ограничений действительно исторические поселения не имеют больше ничего. И речь даже не о том, что мы просили бы каких-то денег. Разговор идет скорее о том, что это действительно уникальная категория поселения, которая должна развиваться по своим особенным законам. Для каждого города должен быть разработан индивидуальный комплексный план развития. То есть это такой штучный товар. Собственно, в этом и заключается проблема. А к тому же это ярко выраженная межведомственная задача. То есть Министерство культуры сделало, что могло. Оно создало предмет охраны, границы, режим ограничений и так далее. Ну, например, вот по комфортной среде деньги выделяются из Минстроя. На роде это проблема Министерства промышленности и торговли. Механизмами развития занимается Минокоморазвитие, поэтому к тем предложениям, которые прозвучали от городов, они на самом деле предварительно обсуждались на площадке нашей ассоциации и других межмуниципальных образований и прорабатывали с правительством. Я бы добавил еще одно предложение. Безусловно, может быть не стоило создавать бы какой-то новый правительственный орган, но в качестве такого инструмента я бы предложил сделать проблематику исторических поселений отдельным предметом рассмотрения правительственной комиссии по региональному развитию. Потому что действительно мы все время возвращаемся к тому, что в исторических поселениях все по-особенному. И тогда мы сможем решить вот эту главную задачу, чтобы главы городов больше не жаловались на то, что у них есть ограничения, а пользовались какими-то определенными преимуществами, которые вытекают из того, что у них есть. И на самом деле, сегодня я так выражусь, для исторических поселений произошло историческое событие, потому что в первый раз такая государственная важная программа, как комфортная городская среда, она отдельно выделяет исторические поселения. Как отдельную категорию городов. Я бы хотел подчеркнуть, что главное, конечно, важно развитие туризма, инвестиционной привлекательности, но главное это всегда жители. И поэтому восстановление исторического облика, формирование комфортной городской среды, только это способно приостановить отток населения в большие города и сохранить демографический потенциал нашей провинции. Я бы сказал так, что наша задача сделать жизнь в исторических поселениях и малых городах престижной и даже модной. И в этом смысле, действительно, сегодня очень важные события, и члены наших муниципальных образований примут активное участие в реализации принятых решений. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Я думаю, что Вы правы. Вполне можно подгрузить правительственную комиссию по региональному развитию историческими поселениями. Ими мы тут можем системно заниматься. Согласен.